Музыка Большие полноразмерные минивены это нишевый и достаточно дорогой продукт. Маленьким компаниям подобные автомобили было строить просто невыгодно. Ну а компании покрупнее всегда имели в своем активе один и даже более подобный автомобиль. Вот взять, например, Японию. В стране восходящего солнца у каждой автокомпании есть один и даже несколько автомобилей такого класса, минивенов, многоместных семейных автомобилей. Например, Toyota на внутреннем рынке имеет сразу несколько таких автомобилей. Но времена меняются и в этот сегмент рынка во многом благодаря Toyota врываются китайские автопроизводители. Вот он, пожалуй, самый свежий минивен из Поднебесной. Глядя на этот автомобиль сзади, сразу и не скажешь, что это такое, как называется марка, как называется модель. Сзади лишь китайские иероглифы, которые я, к сожалению, разобрать не могу. Но поверьте мне на слово, этот автомобиль называется Great Wall Cowrie. Он-то и будет героем наших сегодняшних тестов. Пока, к сожалению, компания Great Wall, как и другие китайские производители, не в состоянии проектировать автомобиль самостоятельно с нуля. И поэтому я неспроста заговорил про Toyota. Давайте попробуем разобраться, в чем дело. На самом-то деле, Cowrie не что иное, как переработанный минивен Toyota Voxy, который выпускали до 2007 года. Этот автомобиль был предназначен исключительно для японского рынка, и поэтому леворульных модификаций не было. Экстерьер и интерьер китайцы сильно перерабатывать не стали, ограничившись небольшими изменениями. В итоге, поменяв прописку, этот автомобиль добавил в агрессии внешнего вида и сильно потерял в качестве сборки и материалов. Поскольку Toyota Voxy достаточно редкий гость на российских дорогах, многие могут увидеть вот в этом Great Wall'е самостоятельную разработку и даже что-то новое в автомобильном дизайне. В принципе, если смотреть на этот автомобиль в фаз, то мы видим достаточно выразительную мордашку, крупную решетку радиатора с хромированными поперечинами, любопытные фары с достаточно интересным корпусом и линзованную оптику. А еще хотелось бы сказать пару слов о шильдике, вернее, об эмблеме марки Great Wall. Она не так давно поменялась, несмотря на то, что вообще этой компании совсем немного лет. Раньше она выглядела вот так, а теперь она выглядит вот так. Так что, в целом, мы имеем достаточно симпатичный автомобиль в фаз. Многим он может показаться даже несколько грозным и величавым. Ну, давайте посмотрим, как же этот автомобиль выглядит в профиль. Ну, а в профиль обычный минивэн, ни больше, ни меньше. Кстати, стоит отметить, что этот автомобиль очень высок. Его высота 184 сантиметра, что должно облегчить посадку в салон. Впрочем, как и вот эти вот огромные сдвижные двери. Тут все по-взрослому. Причем, по китайским меркам, механизм открывания-закрывания достаточно надежный и удобный. Что нельзя сказать о передних дверях. Они закрываются не всегда с первого раза, но, тем не менее, закрываются. Посмотрим, что сзади. Ну, а сзади большая высокая дверь багажника. Именно сзади мы начнем знакомство с достаточно большим внутренним пространством этого автомобиля. Багажник при разложенном третьем ряду сидений, тут их три, достаточно узкий и не очень глубокий. Зато тут есть вот такая вот дополнительная ниша, в которую тоже можно положить пару небольших сумок. Теперь давайте попробуем сложить третий ряд сидений. Естественно, он раскладывается, чтобы увеличить объем для багажа. Итак, как это делается? Сначала нужно снять подголовник. Потом добраться каким-то образом до пластиковой ручки, которая складывает сиденье. Дальше есть такой вот рычажок красненький. Стоит отметить, что механизмы складывания действительно китайские и делать это очень неудобно. Потом мы поднимаем сиденье, складываем опору и вот таким вот крючком цепляем его за ручку и вешаем. Таким же способом раскладывается и второе сиденье. И тут получается неплохой объем. В общем, с этой задачей мы справились. А теперь давайте попробуем сесть на третий ряд и посмотреть, сколько там комфорта. Итак, мы открываем дверь, складываем сначала второй ряд. Поднимается проще значительно, чем те манипуляции, которые нам приходилось делать, чтобы сложить третий ряд. И оставляет вот такой вот проход. С моей комплекцией забраться туда, я думаю, будет не проблема. Попробуем. Итак. Ну, в принципе, места достаточно. Спинки везде, слава богу, регулируются. И сзади можно практически лечь. И даже подвинуть немножко вперед и назад. Ну, вперед некуда, а вот назад можно. Что можно отметить? Тут есть подстаканники, музыкальные колонки и небольшая ниша для мелочей. Также пассажирам третьего ряда доступны дефлекторы воздуха, чтобы не было душно. Ну, а теперь, прежде чем отправиться на первый ряд сидений, а точнее на место водителя, давайте познакомимся с подкапотным пространством Грейт Волла Каури и посмотрим, что же там скрывается. Как говорят, вернее, как говорят цифры, там двухлитровый двигатель, старый японский мотор Mitsubishi, мощностью 142 лошадиные силы. Места остается предостаточно, так как кромка капота расположена достаточно высоко. Ну, и теперь очень любопытная для многих телезрителей, заинтересованных информация, качество сборки кузовных панелей. Мы возьмем ключик, которым мы обычно заводим этот автомобиль и посмотрим, каковы зазоры. С левой стороны капота, если аккуратненько просунуть ключик, у нас получается вот столько. Отправимся сейчас на правую сторону и посмотрим. Здесь же вот столько. То есть можно сказать, что здесь зазор вдвое меньше, что не может не огорчать. С другой стороны, помня первые китайские автомобили, там дела с этим обстояли еще хуже. Тем не менее, это радовать никак не может. Ну, а теперь, наверное, самое интересное. Садимся за руль и смотрим, что же тут у нас. Посадка автобусная. Сидишь высоко, руль достаточно низко. Ну, для такой машины вполне естественно так сидеть. Что касается регулировок, то руль регулируется по высоте, диапазон очень невелик, сантиметров от силы 4-5. По вылету он не регулируется, соответственно, я уже удобно не сяду, это я вам честно скажу. Несмотря на то, что сидение можно, естественно, двигать вперед-назад и регулировать спинку. Тем не менее, к этому привыкнуть можно запросто. Что касается обзорности, конечно, тут никаких проблем быть не может. Огромное лобовое стекло, огромные зеркала с электроприводом, кстати, позволяют видеть даже больше, чем все. Ну, хотелось бы отметить, что здесь механическая коробка передач, доступ к рычагу достаточно удобный. Посмотрим, когда поедем, посмотрим, насколько удобно будет переключаться на ходу. Ну, а еще, чтобы поудобнее усесться в этом автомобиле, здесь есть регулировки угла наклона подушки и регулировки по высоте. Так что, в принципе, проблем с посадкой никаких тут нет. Ну, а теперь самое время отправиться в путь и посмотреть, насколько хорош Great Wall Cowrie на ходу. Great Wall ведет себя как крупный, высокий автомобиль с высоким центром тяжести. Естественно, в поворотах, вот как, например, сейчас, крены очень велики, машина сильно валится. Тем не менее, такая управляемость вполне прогнозируема для автомобиля этого класса. Что касается плавности хода, то тут есть, конечно, кое-какие претензии. Подвеска очень легко и пробивается, и достаточно сильно чувствуются все мелкие неровности. Да и шумоизоляция могла бы быть получше на скорости где-то в районе 60 машина наполняется звонким дулом и аэродинамических шумов, и шумов от резины. И самое любопытное, что с ростом скорости, вот где-то от 60 км в час, в принципе, этот шум не нарастает, он остается на прежнем уровне. В принципе, в дальней дороге это может, конечно, напрягать. И еще, что может напрягать как и в дальней, так и в ближней дороге, это, естественно, запах. Запах настоящий породистый запах китайского пластика. От этого никуда Грейфл, к сожалению, пока не делись, но, в принципе, можно отметить, что это один из самых, так скажем, невонючих автомобилей из-под небесных. Что касается кондиционера, вот тут проблемы. Тут стоит климат-контроль в нашей комплектации, но который работает очень странно. Если честно, настроить температуру комфортную практически невозможно. То холодно, то жарко. То опять холодно, то жарко. То есть с этим действительно проблемы. Неизвестно, как работает климатическая установка. Если есть только кондиционер, ну вот, в случае, если мы контролем, к сожалению, работает очень плохо. В целом, я хотел бы сказать пару слов об органах управления. Рычаг коробки, механической коробки, как я уже говорил, расположен достаточно высоко и далеко. Поэтому при включении пятой передачи мне приходится тянуться до нее, при том, что я сижу удобно по педалям и рулю. А вот руль очень приятный на ощупь, приличный по размеру, я бы сказал, даже большой. Впрочем, это тоже характерно для машин такого класса. Ну вот, что касается руления, то тут есть уже кое-какие проблемы. Руль пустой, очень легкий и около нулевая зона вообще не прощупывается, ну никак. То есть на ходу можно рулем делать вот такие движения, и машина никак практически не будет на это реагировать. Естественно, как следствие, колью автомобиль боится очень сильно. Ну и это накладывается на высокую пару, потому что кузов узкий и очень высокий. Ну и хотелось бы поговорить о динамике автомобиля. В принципе, разгон достойный для минивэна. Естественно, по легковым меркам очень долго машина набирает. Тяги, в принципе, достаточно. Автомобиль крутится с самого низа. Но все равно, как бы для лихих обгонов, да и вообще для обгонов за городом шоссе, в принципе, этой машинки будет недостаточно, этого мотора. Он, к сожалению, один. Ну, а давайте теперь посмотрим, что говорят цифры. Итак, технические характеристики Great Wall Cowery. Объем мотора 1997 кубических сантиметров. Максимальная мощность почти 143 лошадиные силы. Крутящий момент 185 ньютон-метров. Разгон до сотни занимает чуть больше 15 секунд, а максимальная скорость 170 километров в час. Расход топлива в городе должен составлять 12 литров. За городом 7,5, а в смешанном цикле 9 литров. А теперь немного другие цифры. Цена. Базовый Great Wall в комплектации стандарт стоит 669 тысяч рублей. Из удобств две подушки, электростеклоподъемники, кондиционер до противотуманные фары. А вот самый навороченный Cowery стоит уже совсем нескромные 789 тысяч. Зато владелец такой машины будет баловать себя люком с электроприводом, климат-контролем, кожаным салоном и настоящим мультимедийным комбайном, в котором есть DVD. В итоге мы имеем удобный и достаточно неплохо оснащенный автомобиль. Но вот хотелось бы, чтобы все-таки наши друзья из Китая при создании автомобилей для семьи обращали больше внимания на надежность управляемости автомобиля и на качество его сборки, чтобы глава семьи мог без зазрения совести посадить своих детишек и отправиться в путешествие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА